Друзья, привет! С вами Григорий Пронин. Сегодня мы поговорим об одежде из Твида. Один из подписчиков задал вопрос. Говорит, ну все, зима, скоро осень, замечательные времена года и в это время многие покупают себе вещи из Твида и он хочет себе купить пиджак из Твида. Что я об этом думаю и в принципе как вообще с чем сочетать одежду из Твида, как носить и так далее. Давайте об этом и поговорим. Ну, в первую очередь, что такое Твит? Твит это шерстяная ткань, достаточно плотная. Да, я поздно прочитал комментарии, к сожалению, сегодня не в пиджаке из Твида, а всего лишь в жилете из Твида, который я тоже всячески всем рекомендую. Классная вещь. Смотрите, у меня из хлопка спинка сделана, основная часть из Твида. При этом воротник видите как в пиджаке. Ну, об этом я уже снимал ролик, я именно такие жилеты рекомендую носить, особенно тем, кто в жилете остается в помещении, как раз вот этот воротник, он дает ощущение, что ты в верхней одежде. Вот. Что касается ткани, это достаточно суровая ткань и я уверен, что многие, например, приверженцы японского денима тоже и Твидом интересуются. И, например, в Код Севен, в магазине, про который у нас был ролик, там продаются вещи бок о бок и из джинсовки, и из Твида. Твид такой плотный материал, достаточно колючий, брутальный, в общем, для настоящих мужиков. В принципе, дамы тоже носят. В чем прикол Твида? Ну, в его самобытности то же самое, что и с джинсами, да? Есть фанатеги такие, которые носят японский деним, такой хард, очень жесткий. Сколько унций нам, Денис, сейчас подшивать перенесли? 21-22. 21-22, ну да, достаточно плотный. Вот. С Твидом то же самое. Вообще Твид, он, из Твида шьется английская одежда для охоты в основном, понимаете? То есть со всеми вытекающими. И расцветка эта, она создана для маскировки, поэтому мы видим в Твиде зеленые эти цвета, зеленые, коричневые, желтые, красные, вот как осень. Понимаете, да? Вот осенью охотятся люди, вот такого цвета и Твидовая ткань. Какая может быть ткань? Куча разновидностей. Сейчас продолжим, подождите. Не всегда получается одним куском записать, но вы уже знаете, да, клиенты приходят, мы съемку откладываем. В общем, на чем я остановился? По-моему, мы говорили о том, что цвет ткани обусловлен предназначением одежды. Это охота, соответственно, маскировка. Значит, в цвете есть и листва, и листва осенью, и красная, и желтая, и вода голубой цвета, и небо. Вот такие вещи. Ткань может быть вообще различной по фактуре, по плетению. И, вот, например, у меня елочка. Может быть, донегал с краплениями. И куча разных наименований. Все перечислять, замучаешься. Но Твид, он сразу виден. Кто носит Твид? Твид, ну, кроме охотников, да, потому что они, в принципе, в Твиде ходят на охоту, такие традиционные охотники. Кроме них, ну, вообще Твид в моде. То есть, это такой добротный, теплый, например, пиджак или жилет, теплая одежда. Она дарит тепло и уют. Это очень важно как раз осенью, весной, да и зимой тоже. С чем сочетать? Очень хорошо с теми же джинсами сочетается Твид. Ну, Денис, смотри, вот нормально же, да? По-моему, отличный. С джинсами с классической обувью. Ну, ну, с классической обувью нужно сочетать, потому что с кроссовками Твид, конечно, уже не очень. И с Кедами тоже. Вот. Хотя, может быть, кто-то умудряется носить и так, но я не рекомендую. Это уже исключение из правил. Вот. Ну, сорочка и с хлопка, может быть. Я думал над тем, что может быть байковая сорочка, но, наверное, нет. Байковые сорочки мы оставим лесорубам. Они тоже брутальные мужики с бородой. А вот Твид все-таки с хлопковой сорочкой можно как раз с грубой, такой грубого плетения, например, Оксфорд. С чем еще? Ну, Твидовый пиджак можно носить с Твидовыми, с Твидовыми, брюками с Твидовыми. Правильно? Можно. Очень распространены костюмы тройки из Твида. Жилет, пиджак и брюки. Еще. Ну, Твидовый пиджак, он может иметь кожаные накладки на рукава. Вот сюда, для приклада охотиться. То есть, функционально. Вообще, все идет от функциональности. На самом деле, Твидовый такой материал, не то, что материал, а одежда с Твида, она правильная, она честная. Вот этим мне очень нравится она. Потому что, если правильно сшита, то любая деталь, она для чего-то существует. В кармашек можно что-то положить. Если там шлицы, они для того, чтобы не сковывать движение. У меня, например, в моем том пиджаке, вы его видели на синем, у него есть такие жабры, что дает свободу движения. Вот. Ну и, в принципе, я всячески одобряю одежду из Твида. Сам ее ношу. И мы, кстати, кроме всего прочего, ее и шьем. Очень часто. Кроме Твида, я могу посоветовать Фланель. Фланель это такой более классический вариант. Если Твид, это такой больше casual, я бы сказал. А вот, и вообще больше уличная одежда. А вот Фланель это то же самое, только для офиса. Тоже теплый, мягкий. Но спрашивали нас про Твид, правильно? Так, что еще вам показать и рассказать? Смотрите, у меня тут целый пучок новых галстуков, которые скоро появятся на сайте Пронинс. Простите. На Пронинсе появятся, как только супруга их отфотографирует, а я размещу. Они поуже, чем те. Кстати, они поуже. То есть, для... Вот, расцветки вообще классные, да? Смотрите, внутри. Денис, видно что-нибудь, нет? Вот, такие шелк там. Ну, вообще, вам понравится. Когда появится, зайдите на Пронинсе, посмотрите. Вот, и что еще? Что еще интересного, в принципе, вот. Этот шарф, который хит сезона вообще. И его тоже замечательно можно сочетать с Твидовыми вещами. Потому что это сукно. Сукно это тоже честный такой материал, брутальный. И мне он очень нравится. Мне вообще нравится все, что можно пощупать, потрогать и использовать по назначению. И такой крепкой все. Крутая вещь. Вот. А, еще хотел вам показать. Просто здесь рядом, да? Жилеты из Твида. Пожалуйста. Вот, видите, да? Вот жилет. Два жилет. Три жилета. Они все скомбинированы с спинками из другого материала. Тоже очень рекомендую. Это что касается Твида. Вот. Ну и то, что на мне. Из Твида получаются замечательные галстуки-бабочки. В принципе, и обычный галстук тоже можно сделать из Твида. Просто еще руки не дошли. Я думаю, из Твида тоже замутим на зиму какие-нибудь галстуки. Это будет круто. Вот. Так что, всем тем, кто поддерживает Твидовое движение, респект. Я с вами. И тоже полностью поддерживаю. Все, что хотел сказать по поводу Твида. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. С радостью отвечу. Если смогу, конечно. С вами был Григорий Пронин. До новых встреч. Пока. Да, друзья. Все-таки решил еще по скриптам записать. Раз уж руки дошли до Твида. Смотрите, еще кепки из Твида. Прикольные бывают. Очень даже. Вот это моя любимая на самом деле. И многим она нравится. Многие умеряют. И нам приходится такую же точно перевыпускать. Попробую сам примерить. Она мне немножко маловато. А как? Дениска. Я Торвальдо? Ну. Ну ладно. Это, кстати, эти кепки называются Ньюс Бой. Ньюс Бой. Ньюс Бой Кэп, по-моему. Понимаете, да, почему? Потому что продавали газеты, короче, именно в таких кепках мальчики бегали. Ну, вспомните, однажды в Америке, там, я не знаю. Вот. И я еще все-таки притащил пиджаки. Смотрите, вот это Данигало. Тоже из Твида. Классического покроя полностью. Ну, кто хочет классический пиджак, пожалуйста. Он полностью классический, просто из Твида. Дальше. Ну, вот, пожалуйста, тоже классический пиджак из Твида. Тоже достаточно интересный, классный пиджак. Он готовый. Ну, и вот еще парочка. Смотрите. Тоже. Здесь пуговицы интересные. Тоже из Твида пиджаки. А, ну, вот. Вот сейчас, одну секунду повешу. Вот. Вот здесь. Малокотники из замши. Ну, опять же, это все не одежда для охоты. Это все по мотивам. Твидовые истории. А если вы хотите крутой пиджак Твидовый, то этот, который у меня сейчас дома в этом гардеробе висит, он самый крутой, я считаю. У меня самый крутой пиджак из Твида. Он вот с этими жабрами сзади. Но, опять, я еще вот я голословно рассказываю, никто же его не видит. Но мне душу греет, он у меня есть. Там тоже и, по-моему, есть и налокотники, и карманы такие портфельные, портфельного типа. Вот. Ну, ладно, как-нибудь в другом ролике вам расскажу. До свидания. Так, ребята, не расслабляемся. Еще хочу сказать пару слов. Просто я уже собрался выходить и надел свою куртку Барбур. Вот с чем тоже очень хорошо сочетаются вещи из Твида. С Барбуром тоже английская куртка. Я помню, я ее купил. Что-то совсем задешево. На ставформ.ру объявление увидел. В общем, мне понравилась курточка. Я купил, она такая легкая. Но Барбур много разных. Есть вощеные куртки, которые нужно мазать воском. Вот. Ну, разные варианты. У меня такая самая простая курточка. Вот как раз сейчас на плюсовую температуру. Вот. Ну, и с Твидом она великолепно сочетается. Ну, а шапку мою уже все знают. По-моему, она ко мне так приросла за эти годы, которые я ее ношу. И никакую другую шапку я носить не могу. Вот. Ну, то есть, вот такая вот. Да, там дождевички всякие, сапоги, резиновые, да, сапоги. Ну, как охотники, в общем, ходят. Какие-то ботинки, редвинги, там, не знаю. Ну, куча разных вещей. Главное понять, что это за тема, а там уже дополнять разными аксессуарами, обувью и вещами. Понятно? Все, друзья, не буду больше отнимать ваше время. Ну, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Григорий Пронин. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok